Добрый вечер! Меня зовут Виктор Копытько, и я буду вести сегодняшний вечер музыки моего замечательного коллеги и друга, композитора Бенемина Бастера. Я очень рад, что мы сегодня здесь собрались вместе с вами, потому что музыканты очень старались и подготовили, на мой взгляд, замечательную программу для вас очень разнообразной. Причем я прошу обратить внимание, что, собственно говоря, имя Ленина Бастера в первую очередь связано у кого-то с детских лет, у кого-то с юности с огромным количеством замечательных фильмов и, в частности, песен из них. Я просто напомню, это на безымянной высоте, от чего начинается Родина, это березовый сок, это крестики-нолики, детская игра, это пропала собака по имени Пес, это шедевр Бастера на всю оставшуюся жизнь. Это знаменитый романсы с музыкой Дням Турбины, Бабулгакову, Белой Акации, Розы Душистой и многое-многое другое. Но сегодняшний вечер будет посвящен другой сфере творчества Вениамина Бастера, в частности, его камерной музыке. Я должен сказать, что Вениамин Ефимович вообще по-достоинству оценивал свое кинематографическое и песенное творчество. Он любил очень это дело, очень любил это работа, и, кстати, когда она получалась здорово, он прекрасно отдавался отчет, насколько это здорово получалось, ему нравилась та слава, которая сопровождала эти работы. Но при этом несколько огорчительные эмоции порой проскальзывало в его словах, когда мы заговорили о его иной сфере деятельности. А Бастер является автором опытов, балетов, симфоний, инструментальных концертов, квартетов, огромного количества вокальных циклов. Потому что эта сфера его творчества была известна меньше. А он относился к ней с огромным трепетом, я когда не забуду, как заставал введения за магическими квадратами, на которыми он колдовал во время написания мелочейного концерта, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я познакомился с Минемином Бастером весной 1977 года, в дом к нему на Невские шесть меня привел наш общий, уже в последствии, друг, мой друг, по-моему, студенческим, и далее, да, композитор Леонид Десят, с которым, который к тому времени уже был хорошо знаком с Минем Финча, мы дружили, оба, обоим им драги с мусором друга, ну и когда появился в Петербурге, я приехал из Минска, то Леонид Десят решил, что меня необходимо срочно познакомиться с Минем Финчем, потому что, значит, было, наверное, что-то у меня такое уже, что с чем стоило знакомить Бастера. Так получилось, мы пришли туда с Леонидом, я сыграл то, что я к тому времени умел играть из своей музыки, я хорошо помню, что это был вокалист И ранее фортепианная соната Мисс Сабремис, которая совсем недавно звучала в этом зале 1976 года, и как-то я помню, что вот Абадскому весьма-весьма понравилось, и был огромный армуз, и были рюмкие чудные водки, и, в общем, короче говоря, с этого момента, с 1977 года мы надолго-надолго и задружились. Я должен сказать, что помимо квартиры на Невском шесть существовал еще дом Баснеров, дом Баснеров, то, что называлось, то, как называлось его знаменитая дача времени Петербурга, прекрасный, красивейший, огромный дом, в котором можно было увидеть цвет, музыкальный цвет Петербурга и Москвы в гостях, и в котором я имел и честь, и удовольствие неоднократно просто жить, поскольку когда я в какой-то момент и лишался просто пыши над головой, то меня звонил и говорил, срочно, лица, срочно, немедленно к нам, и срочно, немедленно к нам, и сначала на два, на три месяца жизни стол, жилье, кабинет для работы и так далее. Это было потрясающе совершенно, потому что в доме Баснерово была изумительная библиотека, на полках которой стояли книги, которые в то время в обычных советских библиотеках лежали в спецхране или вовсе не лежали, а за которые можно было получить большой срок, вот, великолепная фанатека, где слушалось много музыки, прекрасные мы слушали и так далее, кому еще неизвестна смерть Венеции, Бриттена, вокалий цикл Бриттена на стихе Пушкина в исполнении Вишневской, ну и так далее, и так далее, в общем, это было очень живое, очень такое, очень дружеское, очень трогательное общение, мы очень полюбили музыку друг друга, и так, в общем, оно и произошло. на многие годы. Я должен сказать, что я просто чувствовал своим долгом, свои многие годы, каким-то образом, великий дарит, то есть, хотя, конечно, это только малая карта, малая талия, кого как можно благодарить, такого изумительного человека, но он сказал, что Баснерово был один из самых лучших людей, которые, конечно, встречался в своей жизни. Вот, и когда придумывалась сегодняшняя программа, я решил составить ее из инструментальных произведений, сегодня прозвучать два квартуса Баснера, скрипичная соната и три вокальных цикла на стихе Хматова, на стихе Пушкина и на стихе Лермонтова. Значит, перед тем, как я буду объявлять первым исполнителем и первым этой программой, я хотел бы сказать, что сегодняшний концерт никак не состоялся без огромного внимания дружеского руководства и администрации в Лермонте. Концерт организовывался почти кругом, и помощь была очень большой. А также без финансовой помощи моих друзей, которых я попросил об этой помощи, замечательного петербургского композитора Денина Десятникова и именующегося художника сценографа Денина Лермонтова. Спасибо им огромное, я попрошу их поаплодировать, потому что они... Итак, первым номером программы сегодня прозвучит струнный квартет номер два. Обратите внимание на дату, чем был из программы. Он написан в 1953 году. Настроение этого квартета изумительно светлая радость. И вспоминая этот 1953 год, я бы что-то вспоминаю, параллельная такая же светлая и радостная торжественная инвентура, что такое же, в том 60-х годах, умер с нами. И, как сказать, очень добра, сердечно-добродушная атмосфера этого сочинения. Но при этом, не буду забывать, что в 1953 году ходили из-за Сталина, умер с Сергеем Прокофьем. И мне кажется, что во второй части второго квартета, в лирической части, есть отголоски самого высокого сорта Прокофьемской лирики. И я думаю, что они появились здесь не случайно, как раз осознательно. Думаю, что вас, каким образом его помянуть в лирическом. Говоря о Татьяново концерта, я хочу сказать, что я сам буду сказать об одной вещи, тем, у кого нет программы. Это в том, что Великолепс Юрьевич, собственно говоря, не заканчивал консинатуре, как говорится, он заканчивал, он превосходительный почет. И так получилось, что это просто удовлетворение гениальных самолучек, которых было немало в музыке, да, пожалуйста, можно вспомнить. Вот. И другое дело, что позже Паспорт очень связывался с Дмитриевичем Шостаковичем и постоянно показывал ему музыку. И, собственно говоря, и в темнотах Баспорт приемл Фостаковичем. По его рекомендации, мы не очень пригласили на первую группу судьбу. Вот здесь они же классики с этой группой. И, по-моему, это была судьба четвертая группа судьба. Несмотря на первую группу судьба. Да, кстати, и еще раз. Перед тем, как объявить первый номер, я хочу сказать, что нам в Гуси сегодня приехал вдова оппозитора Баспорт, Лукерия Баспорт. Прошу ее поприветствовать, очень рады. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, струнный квартет номер 24, 59-го года. Исполняем Минский струнный квартет в составе Юрий Германов, Алексей Бласин, Владимир Хиборонов и Денис Скляков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Следующее сочинение. Временназме очень репетно относились, когда я учусь с творчеством Анна Андреевна Ахматова. Временназме очень репетно относились, когда я учусь с творчеством Анна Андреевна Ахматова. Временназме очень репетно относились, когда я учусь с творчеством Анна Андреевна Ахматова. Временназме очень репетно относились, когда я учусь с творчеством Анна Андреевна Ахматова. Временназме очень репетно относились, когда я учусь с творчеством Анна Андреевна Ахматова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА КОНЕЦ Я забыл сказать, что все произведения, которые вы сегодня слышите, исполняются в Минске впервые. Я также забыл сказать, что фокальный цикл, который сейчас прозвучал, посвящен первой его исполнительной сведении Граховской. А вот скрипичная соната, которая прозвучит сейчас, посвящена памяти великого скрипача, друга Венина Евгеньевича, Михаила Баева. Фигура в истории скрипичного искусства невероятно трагическая, поскольку, я полагаю, может быть, сейчас многие заняты. А между тем, поверьте мне, что когда в Юрмаде, в начале 70-х годов, я слыхал очередь подряд. Сейчас критичный концерт Моцарта, в исполнении этого Ваймана, а потом сразу в его исполнении Дабида Больства, то Ваймана не будет. Я хочу сказать, что Ваймуси, Дарья Гравовна, Шубольский, а я с тобой хочу сказать другое. Я хочу сказать, что это был геникийский бачок, геникий музыкант. Но в силу того, как сложились обстоятельства в том имперском сознании, в московском имперском сознании, в московской школе всегда соревновались. Московская школа и сама воевала скрипичная внутри самого себя. Школа Острова, школа Егеревича. Так вот, еще и дополнительно происходили конфликтные и внешние и внутренние ситуации, которые были связаны даже с соревнованиями, а в общем, с трайнерными задавками в московской скрипичной школе. И поэтому в значительной степени поэта, думаю, имя Михаила Ваймана не стало столь классическим, как имя для медовольства, хотя оно вполне того заслуговое. Поверьте мне, просто те, кто пользуется интернетом, у кого эскаляется запись, посмотрите это именно в интернете и посмотрите, как играл Михаила Ваймана. Ради интереса послушайте запись фортеприарного трио Дмитрия Шустаковича. Существует запись в исполнении Ваймана, Остроповича и Серебрякова. Это что-то не постижено. Это гораздо лучше, чем те записи, которые сделал Сан Шустакович с трио, и все последующие исполнили. Не постижено. Ваймана, который был в Сан Шустакович. Так вот, Бастер и Ваймана очень дружили. Главное, что недолго дружили, всего за 50-го года. Но он был первым исполнителем скрипичного концерта Виньмина Бастера. Это «Гаруфскую безвременная кончина». Потрясал совершенно Бастер. Он написал Сан Аппоя Звездовой Ваймана. Обобщенный линий образ высочайшего уровня скрипичного искусства. Сан Аппоя невероятно сложна. Достаточно сложна по языку, невероятно сложна по тем требованиям, которые являются автором исполнителей. Достаточно сложна по языку. Нужно интересно обратить внимание на то, не какое-то бесконечное окно света. Света, наверное, уже того, как мы говорим в реке, в латинской службе «Люкса Эрн». Вечный свет. Который был последний в финале, когда на последней странице санаты возникает коллаж из, наверное, самой лучшей темы, которая тема, как далее, была написана для скрип. Главная тема первой части скрипичного концерта «Бетховен», который в студии «Люкса Эрн» играл Ваймана. И вот это приветствие тени Ваймана, пианисин, флажолеты, изучающие эти скрипки, совершенно переводит все это сочинение в иное время, пространство, в иной мир, в котором, я думаю, все становится на свои места, «Бетховен Ваймана», безусловно, является великим скрипачем, а то сочинение, которое посвящено ему памяти, великим и самым. В заключении первого отделения звучит скрипичная саната «Бетховен Ваймана», в памяти Михаила Ваймана, в исполнении Юрия Германского и Юрия Архангельского «Бетхуен Ваймана» КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА